Представлю. Итак, Викто Гритальни, дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированный в социально-экономическом департаменте НПО ООН. Джан-Франко Вестута, журналист, телеведущий, главный редактор издания Russian News. Джузеппе Лука Дженнелезе, член Международного комитета политической партии Лига Севера, предприниматель. Что ж, коллеги, предлагаю приступить к вашим вопросам. Крестер, ты можешь по-английски мы переведем. Хорошо. I will ask you questions in English. I would like to know what you have seen during already these two first days of the referendum. How do you evaluate the quality of work of the Electoral Commission and do you think like the Western media and the Western authorities that this referendum is a shaman action? Allora, praticamente, mi chiedi a cosa che avete visto di questo periodo, di quanto ci si è stato qua, e se quello che sta succedendo è il referendum, come dicono i mass media occidentali, В первую очередь я хочу приветствовать своих коллег, и рассказать о том, что для меня большая честь принимать участие в таком историческом событии. Первое, что я хочу сказать, что не нужно понять и увидеть много, потому что понимаешь, что скрепляется с длинным климатом, что было названо с европейами и итальянами, как длинным климат, где люди и народов были убивлены, где были из-за violензии. Это было первое, что мы могли увидеть, и поэтому это длинный климат, который возникает этот репрессив. Самое первое, что бросается в глаза, это климат, который царит на избирательных участках и он полностью противоположен тому, что нам показывают в западных странах через средства массовой информации, нам говорят о терроре, который происходит здесь, но мы своими глазами видим обратную картину. Мы своими глазами украинского русского отellина и на руссидента, как путешествовать, я вам сказала, что европа и успешно, особенно в России, как сказала, что дорого еще дизельного руки, как сказано, о неоптицах как Республика, как сказано, что посел Hahn, которые препятят русские отрицкие украинские rights, которые признают, такими республикатами страницами, которыеandi или дотъ empатами, которые, таковой политики, рекомендуют декоративные отрицания и свидетельства с декори, Это первая вещь, поэтому это не так, как патта-пассалия, но регулярно демократно. Что хочется особо подчеркнуть за тот исторический референдум, который сегодня происходит, у вас здесь он будет хорошим примером и также для тех стран, европейских стран, таких как Шотландия и Готовня, например, которые также несколько раз уже пытались определить свою судьбу сами, но Европа, к сожалению, подавляет их волю, но здесь у вас, Россия, наоборот, приветствует это. И мы рады тому, что международное право здесь, в части касающиеся самоопределения народов, оно уважается. Поэтому, с нашей точки зрения, то, что сегодня происходит здесь, это историческое событие для всего мира. И еще один важный момент, который хочу отметить, он, конечно, я говорю его шутя, но на самом деле это только часть шутка, все остальное правда. Если бы мы в Италии, если бы у нас в Италии была такая свобода, мои изъявления, свобода выбора, как у вас здесь, у нас такого нет. Коллеги, если позволите, вот буквально сегодня пришлось видеть такие сообщения со стороны Украины, а именно там в информационное поле вбрасывается тезис о том, что голосование в ДНР на инферентуме проходит чуть ли не под дулом автомата. Вот чтобы наши уважаемые международные наблюдатели ответили тем, кто распространяет подобные услуги. Что? Я думаю, что в Украине они спрашивают новую информацию о том, что здесь люди идут в сеге с фуцией. Как вы отвечаете за те, кто спрашивает эту информацию? Я видел семьи, которые спокойно путешествовали, и не было никакой активности. В любом стране, в любом стране, есть вооруженные силы, и вооруженные силы, и это такое, что чувствует людей. И это очень важно. Я повторюсь, для меня лично очевидным является факт того, что здесь стоит спокойствие и обеспечена полная безопасность. Мы видели многих детей гуляющих с родителями по улицам и поэтому говорить о том, что здесь кто-то насильно под дулами автоматов идет на избирательные участки, это абсурдно. Самое главное, что первое бросается от глаза, здесь спокойствие полное, улыбки и дружелюбие людей. Поэтому это полная противоположность. Спасибо, коллеги. Сергей Евгений Евгений. Вы уже отметили, что организация выборов здесь находится на высоком уровне, что люди чувствуют себя в безопасности. Но я со своей стороны хочу задать вопрос лично вам, как представителям иностранных государств, которые здесь сейчас находятся. Прежде всего, я хочу отметить, что вы очень слелые люди, так как даже сегодня центр города подвергался обстрелам. И у меня к вам вопрос. Вот специфика выборов при фронтовом городе. Вам уже раньше была знакома, что вы вообще думаете о том, что в этой ситуации, в ситуации с обстрелами, когда выборы проходят, можно сказать, огнем артиби или послу. Продолжение следует... 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 и осознанно, как всегда, после этих больших изменений в истории, нужно сделать свою часть, но мы делаем свою часть, но и Санкт-Петербург он сделал, и поэтому это не важно. И это спитает всех, чтобы понять, кто защищает свободу в мире и в том числе, и в том числе, и в том числе, и в том числе. Тот, кто исторически борется за свободу, в целом, он чем-то жертвует, и все те жертвы, которые народ приносил в течение последних лет, народ Донбасса, приносил в течение последних лет, он сегодня выражается вот в этом желании, решении пойти голосовать, даже несмотря на то, что существует вера, никто не может гарантировать, что не прилетели, как всегда выражается сегодняшняя терминология. Поэтому для нас, в первую очередь, мы это воспринимаем, как факт закрепления... ... Есть еще вопросы? Да, здравствуйте, портал news.ru. Интересует мнение вас, как иностранных наблюдателей. Сегодня 24 сентября, второй день референдума. Как вы думаете, что могли сделать европейские власти для урегулирования конфликта в этом регионе и в ближайшем наступлении мира здесь? Сегодня второй день референдума. Как вы, по-другому, что могли сделать по-другому, на территории Ну, к сожалению, то что мы наблюдаем по сегодняшний день это желание руководство страны союза дополнительно снабжать оружием украинскую сторону и вообще не заявлялось о каких-то дипломатических мерах и все это все эти поставки вооружения они происходят вокруг лозунгов о том что происходит аннексия украины я хочу подчеркнуть особо подчеркнуть то что происходящее на донбассе и на других областях это ни в коем случае не аннексия это добровольное свободное воссоединение с россией и соответственно то что происходит руководстве страны союза она тоже не отвечает реальности мы постараемся это разъяснить и об этом рассказать еще один короткий вопрос вот вы провели несколько дней здесь уже в донецке двумя словами вы могли бы как-то характеризовать людей которые будут в донбассе люди че вот эти индуи пароли даже характеристика группировンダ в донбассе мы, которые использовать в донбассе на донбассе недостатка Возможно, когда я говорю, как иначе, в отношениях, в отношениях, в отношениях, в отношениях, в отношениях, но мы видим, как мы уже говорим, что это цепь, сейчас я вижу это положение, что это очень здорово, что с теми лет, не изменяясь. То, что я чувствовал первые эмоции, это дружелюбие и открытость. Но в некоторых я замечал такой глубокий взгляд, который передавал все те, видимо, сложности, которые приходилось переносить все эти годы. Но в момент разговора, в момент начала разговора с людьми с таким глубоким взглядом исходило понимание того, что люди переходят в новую стадию, в какую-то более свободную. Что они переходят из той стадии сложности, неопределенности в какое-то светлое новое будущее. Хорошо. Еще один вопрос. Гули, какие-то какие-то идеи между этими итальянами в Донбассе? Может быть, вы заметили что-то похожее в том, что они живут в Донбассе, между людьми и итальянами? Уилан Анат Municipalis. Помимо того, что некоторые жесты мы заметили похожие, помимо всего этого и всего того, что сказали мои коллеги, все-таки еще нас объединяет то, что мы борцы за свободу. Наш народ тоже очень много и часто борется за свои права, за свою свободу, и поэтому это тоже нас объединяет. Пожалуйста. У меня вопрос будет первый к господину Британии. Международные организации, в частности ООН, по вашему мнению, сохранили ли какую-то беспристрастность? Если да, почему, особенно в последнее время конфликта, который здесь происходит, обстрелы, на это не делается акцент, то есть как бы однобоко освещается? И второй вопрос, если можно, вкратце, как наблюдателям ко всем, видели ли вы какие-то нарушения в процессе голосования? Есть ли замечания, претензии? Думаю. Добро пожаловать в Казахстане. Добро пожаловать в Казахстане. Добро пожаловать в Казахстане. Суд тоже подчеркнул, что полная прозрачность выборного процесса, никаких нарушений не замечен. Но хотел бы вернуться к вопросу по поводу ООН, по поводу реакции ООН. Хотел бы напомнить, что было голосование в ООН. Сто девяносто восемь стран голосовали за принятие введения тотальных санкций против России. И только пятьдесят две страны поддержали. То есть три четвертых страны не поддержали этот замысел, этот план. И поэтому мы должны говорить также о том, что международные организации, это еще не весь мир, и большая часть стран, она не против того, что делает МСИИ, и того, что происходит здесь. Окей. Он тоже чрезвычайно важен, поскольку он будет услышан, и он повлияет на то, насколько быстро международная общественность примет то решение, которое уже приняло для себя каждый житель ДНР. Спасибо вам огромное. Рад, я хочу следить за нашими подключениями. Еще раз отмечу, что здесь вы узнаете информацию с первых уст и с первого источника. Поэтому подключайтесь, присоединяйтесь к нашим эфирам. Следующий будет в 20.00. И тогда вместе с вами проведем промежуточные итоги второго дня референдума по присоединению ДНР к России.